В рамках госпрограммы Нурлужо с прошлого года в Кустанайской области идет реконструкция четырех инфраструктурных объектов. Их планируют завершить до середины декабря. Это водоводжит и горе, водочистные сооружения в поселке Табол, насосная станция гидроузла Кустаная. Кстати, благодаря этим работам износ насосной станции в областном центре снизится с 77% до нуля. И последний объект строительства канализационного насоса станции номер 5 города Кустаная выделено 433 миллиона тенге. Ведутся работы по утеплению зданий КНС с облицовкой металлосадингом, строительству линиевой канализации территории КНС до приемного колодца, прокладка электрического кабеля. Необходимо ускорить пусконаладку шести насосов. Приемку эксплуатации также подразумеваем 10 декабря 2017 года. К тому же в этом году из национального фонда нашему региону выделили еще почти 4 миллиарда тенге на 7 объектов тепла и водоснабжения. 65% этих денег уже вложено в дело. До конца года, к примеру, в работу запустят реконструированную котельную в поселке Табол и самотечный коллектор по улице Кайрбекова в Кустаная. Отставания не должно быть. И тем более можно сказать, что осень была благоприятная, сильных морозов не было, погода хорошая. И сегодня можно спокойно проводить земляные работы. Поэтому никаких отговорок, ссылка на сложные погодные условия не принимается. А вот проект транспортировки биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в Рудном, на который выделен 1 миллиард 400 миллионов тенге, завершат лишь в следующем году. Работа на объекте подрядчикам на счета в сентябре уложен всего 1 километр. Трубопроводы из 8. Дело в том, что на счета подрядной организации был наложен арест. Его руководитель был задержан антикоррупционной службой по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». В этом деле фигурирует и бывший замокима города Горняков.